МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жил я в городе Новосибирске. И мы часто приезжали в Берск, старый Берск, купаться, во-первых, во-вторых, просто походить, посмотреть. Поэтому я в дом отдыха, допустим, я провожал свою сестренку. То есть я это дело представлял, гулял по старому городу Берску. А на работу появился здесь в августе 1959 года, когда уже море, водохранилище было заполнено. Первая контора БМЗ была в Старом Берске на территории бывшей военной части. Там был отдел кадров, там был кабинет директора, кабинет технического отдела. И жили мы там небольшие часы, снесли деревянных домах, двухквартирных на улице Морской. После окончания НЭТИ я прибыл туда в 1959 году, в августе месяце. Нас было семь человек. Нам рекомендовал Совнархоз Новосибирский. Была такая организация раньше. Вот как раз появилось строительство, а там работал большим начальником отец моего друга. И он знает, что мы выпускаемся, посоветовал нам, идите, проживете нормальную жизнь от начала строительства, от камней, от фундаментов до выпуска продукции. И мы туда приехали, сюда. И не пожалели. И не пожалели. Ну и как это все было? Когда мы появились уже окончательно жить здесь и работать, картинка, у меня есть фотография, улица Ленина, стоит дом культуры, стоят вот эти двухэтажные дома на 11-м квартале, где там сейчас магазин СМАК, три дома стояли, и все. А кругом был пустырь, и только все было хорошо. Улица, помню, Титова, которая вела на вокзал, была в частных домах вся застроена. И много-много-много зелени. Черемуха, яблоня, сирень. Очень много было зелени в то время, в которое сейчас уже этих улиц не осталось. Я думала, переименовали Титова, как так. Так началась наша трудовая деятельность. Работал я первое время на всех должностях, где трудно, там и работал, в смысле. Ну, народу же немного было. Потом началось строительство. Мы участвовали в строительстве завода. Потом построили первый корпус на заводе, корпус номер 6. И в нем, в четыре этажа, был весь завод. Все цехи, отделы, все были в этом корпусе. Ну, он как оборонный строился, да? Да, да. Это одновременно строилось несколько заводов по одному и тому же проекту. Значит, началась набор людей. Люди были в основном молодые, после школы, после училищ. И моя задача была комплектовать группы и возить по Советскому Союзу для обучения. Вот, допустим, нам дали первое изделие, дали завод, который это изделие делает сегодня, и мы должны были забрать его себе, опытные заводы. Они обычно первые экземпляры делают, потом передают на серийные заводы. Вот мы, наверное, целый год, полтора-два ездили по всем нашим заводам, принимали участие в учении. Как завод менялся на ваших глазах? Ну, все построено было, да. Все было построено. Кстати, известный Московченко был строитель такой, Берский промстрой организации, Берский строительный трест. И раньше он назывался Берский промстрой. Вот он возглавлял строительство нашего завода. Ну, в Берске всегда строители чудесные были в те годы, очень дружные, очень ответственные. А вот по тому времени завод был механизирован, станки были такие, наверное, самые современные, да? Да, обеспеченность была колоссальная. Быстро, по мере, допустим, сдался корпус, сразу же с этого здания, с общего переходили в свое помещение, завозили оборудование, расставляли, запускали. Следующий корпус, еще корпус, еще корпус. И в конце концов полностью все корпуса были построены. А техникум позже специально, да, создавал? Вот БЭМС, как и немного, наверное, таких заводов, я думаю, которые строили очень комплектно все. ГПТУ надо было строить, надо же было молодежь-то принимать на работу. Было много опытных рабочих. В основном приезжали с Чикаловского завода. В основном. А молодежь была берская. Это ГПТУ был построен сначала, потом техникум, школы, четыре. В общем... Микрорайоновские, да? Да, микрорайоновские все четыре школы. Дворец культуры. В общем, очень компактно. Жилье. И все здорово. Не только жилье, как вот сейчас, допустим, строят жилье. И все площади занимают. Сейчас, где школу построить, был генплан микрорайона. Микрорайоны, там было школа и два садика. Сейчас там одно жилье и магазины, и нет места для строительства школ и этих садиков. Хотя проблемы, она сегодня нет. Ну, наверное, уже есть. Говорят, сейчас начали писать, что... Вспомнили, что нужная школа еще дополнительно строить. Большой водозабор, это же проблема города всего сегодня. Сейчас старый водозабор уже не работает. Все, весь город обеспечен водозабором с очистными, которые строил Бердский электромеханический завод. Котельная. Да, котельная радиозавода, если химзавода, но котельная, горы, которые весь микрорайон обеспечивают. Поэтому в этом плане министерство давало деньги на все это дело, требовало в сроке все сдавать. Если, допустим, вот по жилью выполнили, мы все деньги стратили, все планы выполнили, просишь, тебе дают за счет тех заводов, которые не выполняют план по строительству жилья. То есть никаких отказов не было. Ну, мощность строительная база же вообще-то в Новосибирске не сильно была развита. В основном в Бердске же построены эти панельные дома, хрущевки, микрорайон. В принципе, это там только сейчас стали строиться, и тогда немножко, когда завод построили кирпичный, тоже Бен же строил, строили несколько всего кирпичного. А в основном панельные дома. Ну, количество важно было. Да, ну, конечно, это сейчас ругаются, на чего настроили. Эту проблему решила во всем Советском Союзе эти же дома. Я работал сначала технологом, начальником техбюро сборочных цехов. Я по специальности электромеханик. Электрические машины и аппараты – это моя специальность. Есть сборочный цех окончательной сборки, то есть окончательно собирает прибор, который упаковывается и отправляется туда, куда надо. Есть предварительной сборки, узловой сборки с цех. Вот я сначала работал начальником цеха узловой сборки, потом начальником цеха окончательного цеха. А потом с января 1976 года я работал, Валентович, когда Михаил Иванович ушел, работал директором завода. По 87-й год. Что завод построил там, ну, конкретно в эти годы? В эти годы. А вот все, что вы перечислили, да? Да. Построил, в эти годы построил завод две школы, четыре детских сада, несколько магазинов. А школы какие номера в те годы при вас? Двенадцатая, пятая и тринадцатая последняя. А, три? Три. Три. Четыре детских сада, они все на микрорайоне. Первые сады были на четырнадцатом квартале, на одиннадцатом, а остальные все сады на микрорайоне. Комплекс здоровья был построен в мои годы. Комбинат бытового обслуживания, пожарная часть, водозабор и больничный корпус, который здесь занимается. Вот здесь это хирургический. Ну вот это тоже БЭМС, в мои годы это было построено. А пожарку тоже БЭМС? Да, да. Это я вам говорю, что это в мои годы было построено все. И меня сегодня возмущает, что когда строили, каждый же завод строил сам, больницы, радиозавод свою строил, химзавод свою строил, БЭМС свою строил, это неправильно же для города, это же неправильно, надо было... Но не разрешало министерство, деньги все строго разных министерств. И сколько вопросов не поднимали, и я поднимал, и Шкулах поднимал, и Прилепский. Нет, вам отпущены, стройте для своих работников. Я работал замглавного врача два года, когда сносились, ну после БЭМСа, когда с БЭМСа ушел, значит, когда сносились все старые здания, больничные, деревянные здания. Ну я засталась, там кождиспансер был, гинекология, потом там, ну много всех зданий, гараж старый, общежитие, лаборатория, много этих зданий было. И когда городу передали здание химзаводской больницы, значит, появилась Сипачева, главный врач, врачом стала, а я как раз в это время ушел. И Прилепский передавал тогда больницу, химзавод, он мне позвонил, говорит, слушай, что ты, как раз вот ты работа, как раз для тебя работа, снос, переезды всех больниц, ремонты капитальные всех, и я пошел, проработал там два года, все снесли, все переехали, осталось мне о больнице, у меня в смысле, о больнице, о коллективе, очень хорошее впечатление, и я оставил там свой след небольшой. А бытовые приборы при вас начали делать? Да. Начали не при мне, начали при Михаила Ивановича Валентовича, а при мне продолжали делать, и в год выпускали миллион двести тысяч штук. А вот это было как, это обязывали оборонные заводы, или это подработка была? Нет, это было, министерство наше общего машиностроения обязало все, ну такой был клич, поскольку все заводы точные же, умные люди сидят, Поэтому создали бюро конструкторский по технике бытовой. На чайнике некому выпускать. Да, и поэтому мы выбрали бритву для начала, потом появился косметический прибор «Ромашка», потом эти всякие грабли, сейчас чайники, стулья. Бэмс, вообще-то надо сказать, что Берска не было бы сейчас такого, если не было бы заводов, вот этих трех великих, я считаю, все эти три великих завода. Три богатыря. Богатыря. Бэмс, Вега и химзавод. Это только работающих в целом было больше 30 тысяч. Такого города, как Берск, наверное, в России вообще нету. Я вот... Чтобы на такое маленькое население, три таких заводища, да? Да нет, а в принципе даже по расположению, как он расположен, точно же. Он же почти на острове, так если грубо разобраться, где-то, может быть, кусочек есть. Полуостров. Да, ну, точно. И какое место хорошее. Как вообще, город красивый же. Редактор субтитров А.Семкин